МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Появились новые слухи касательно финальной даты релиза Старкрафт 2. В семействе качественных системных корпусов пополнение. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами СВН и Тим 46. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Один из самых известных профессиональных игроков в ДОТА, россиянин Сергей Арсарт Ревин, также известный как Смайл, нашел новую команду. После ухода из флагмана современной ДОТА-сцены российского проекта Виртус Про, Сергей подался в СК ДОТА. Общественность вспыхнула сотней предположений дальнейшего светлого будущего команды, в которой есть такой игрок, но Арсарт долго за шведов не играл. Выиграв в их составе МИМ Прайм Дефендинг 10, Сергей из СК ушел. Игроки FIFA 08 были изобличены в договорных матчах прошлого сезона и спорт БиЭль Лиги. Утверждалось, что Маус Даймонд предлагал 200 евро своему сопернику за проигрыш в полуфинале онлайн-кубка. Основываясь на этом, специальный комитет ВЦГ Германии в сотрудничестве с адвокатом и спорт БиЭль Лиги, опросив множество игроков, нашли доказательства, свидетельствующие о существовании практически криминальной FIFA-структуры, занимающейся договорными матчами. Сборная России попытается реабилитироваться за обидное поражение в третьем игроковом туре ЕНС-2008, где с минимальным перевесом по картам уступила полякам и проведет встречу против фаворитов всего турнира сборной Дании. Дания, к слову, является лидером группы Б и в трех поединках одержала три закономерные победы. Поочередно в этой команде были обыграны сборные Польши, Франции и Болгарии. Тем не менее, не стоит сомневаться, что наши ребята дадут настоящий отпор лидеру. Появились новые слухи касательно финальной даты релиза StarCraft 2. Немецкий портал, посвященный игре StarCraft, сообщил, что лидирующие во всей Америке онлайн-магазины изменили дату релиза игры, и свой заказ каждый желающий покупатель сможет оформить уже к 3 декабря 2008 года. Портал заявляет, что прежде эти популярные интернет-магазины предоставляли достоверную информацию и никогда не обманывали своих клиентов с датами выхода той или иной игры. Добро пожаловать в школу киберспорта! Сегодня мы расскажем об интересных особенностях различных популярных карт Counter-Strike Source и дадим некоторые советы. Первая карта, о которой мы расскажем, это The Aztek. Эта карта ничем особенным не отличается, но на ней есть много мест, где можно спрятаться. Под висячим мостом в стене есть уступы, где любой игрок может спрятаться в тени. Заметить такого игрока нелегко, а еще сложнее распознать свой или чужой. На Респе Контров есть два рядом стоящих ящика, за которыми легко может уместиться игрок. Прятаться можно и на виду. Можно подсадить человека на камень. Срабатывает эффект неожиданности для неприятеля. Этим способом также можно пользоваться при минировании. Следующая наша карта это The Dust. На ней есть достаточно мест, откуда можно изрядно потрепать численность неприятеля. В основном это ящики. Подсадив туда человека, он долго будет оставаться незамеченным и труднодоступным. В верхней темной, в тупике, есть большой ящик. Если постараться на него залезть, то будет ошеломительный результат. Ящики на Респе Контров тоже очень интересные. Там темно и оттуда хороший обзор. Есть хороший совет по минированию. На планте B можно закинуть бомбу за ящик рядом с воротами. Оттуда очень сложно ее обезвредить. Продолжение в следующем выпуске виртуальной школы. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Представляем новый набор с клавиатурой на солнечной батарее. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами SVN и Team 46. Представляем обзор киберспортивных девайсов. В семействе качественных системных корпусов компании Lian Li пополнение. Официально представлена модель Tier PCX 2000. Уже только высота корпуса в 70 сантиметров вызывает уважение. И, надо сказать, разработчики максимально эффективно использовали доступный им объем. Корпус разделен на три отдельные зоны. Зона для установки оптических приводов и блока питания. Зона основных компонентов системы. И зона для установки винчестеров. Каждая из которых имеет собственную систему охлаждения. Представляем набор Genius Slim Star 820. Клавиатуру из обычного беспроводного набора оснастили солнечной батареей. Множество мультимедийных кнопок. Дизайн проработали с учетом последних тенденций. Мышка подверглась не менее изысканным изменениям. Лазерный сенсор способен на лету изменять чувствительность, имеется кнопка блокировки компьютера, а к пузу грызуна можно прицепить маленький беспроводной приемник, который больше похож на USB флешку, нежели на привычный ресивер. Думаю, никто не будет спорить с тем, что ноутбуки заняли столь же прочную позицию, как и их настольные собратья. Именно поэтому недавно появился отдельный класс мышей, предназначенный для использования с ноутбуками. Одна из таких – кибер-снипа X-Rider. Она имеет стильный дизайн и компактные размеры. Чувствительность сенсора 800 DPI, USB-интерфейс с поддержкой Plug&Play. Только разноцветная подсветка выделяет мышь из гигантского множества дешевых аналогов. Внешние боксы для винчестеров становятся все более и более популярными. Действительно очень хорошей альтернативой обычной USB-флешки является мобильный винчестер 3,5 дюйма. Перед нами внешний бокс Floston Starbucks Landisk Minisan с поддержкой винчестеров и интерфейсами как IDE, так и SATA. Бокс имеет стильный и проработанный дизайн. Из внешних интерфейсов присутствуют USB 2.0 и Ethernet. Также на корпусе имеется кнопка экстренного сохранения данных. Сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами SVN и Team 46. Фаворитами встречи считается команда SVN. В матче против Team 46 SVN выступят следующим составом. Конкурентом питерцев стала более молодая, но не менее опытная команда Team 46. В составе команды выступят следующие игроки. Капитан Денис Диадлас Комаров, Василий Низ Павлов, Михаил Ком Жабров, Евгений Эль Кузьмин, Виталий Ведок Манайенков. Сегодня команды сойдутся на всем известной карте D-DAS 2, чтобы доказать, кто из них лучший. Первый раунд. Команды начинают по традиции с пистолетного раунда. Все, кроме Воида, простреливают центральные ворота с респа, а он бежит к верхней темной, затем Глочик переходит к дальним воротам и поджидает неприятеля. Обе команды сразу же заняли оборонительную тактику, но вот Лир, Глочик и Воид организуют атаку на А. Первая стычка происходит на зигзаге. Тисак ходит Рочу, а его с Глока убивает Вокич. Лир кладет Аби. Затем СВН не засчитывается Воида, но за него Ниссу мстит Лир. Теперь Боярский и Лир один на один, но на стороне СВН еще и установленная бомба. Боярский перехитрил Лира, показав, что уже приступил к разминированию, хотя сам поджидал, пока высунется Лир. Боярский с легкостью расправляется с ним и успевает разминировать план. Счет становится 0-1 в пользу Тим-46. 17-я минута встречи. Тим-46 заметно увеличили отрыв от соперника. Счет 7-2. В 10-м раунде СВН действует по уже знакомому сценарию первого. Воид верхнетемный, Смирнов и Восякин у зигзага. К ним присоединяется Локич. А Лир снова бежит на подмогу Воиду. Роча, выбегая через центр и первым делом, кладет Ниса. Но его из дырки выбивает выстрелом в голову Боярский. Затем Боярский делает дубль, убив Лира. Боярского ходит Смирнов, а Воид — Диадлоса со слона. Вокич устанавливает бомбу и следом убивает Исака, а Воид расправляется с Аби. СВН сдвинулись с мертвой точки. Тим-46 растеряли к 15-му раунду все свое превосходство над СВН. Счет снова равный — 7-7. Боярский и Нис на Б, Диадлос и Аби, а также их верные друзья автомата М4А1 двигаются к дальним дверям. Едва Диадлос успевает расположиться на территории, как тут же убивает Смирнова. Тесак на Респе, держит центр. Боярский верхнетемный с легкостью одной обоймы расправляется сразу с двумя террорами — Вокичем и Лиром. Чуть позже на пару с Нисом они убивают последних двух питерцев из СВН. Правда, сам Боярский погибает в этой перестрелке. И снова Тим-46 вырывается вперед — 8-7. Смена сторонами. Посмотрим различия между тактиками команд с противоположной стороны. Тим-46 атакует, СВН обороняется. Пятый раунд. Лир и Вокич за секунду оказываются на зигзаге. Роча бежит к дальним дверям, воет у центральных ворот, глочек ждет терроров на Б. Первым погибает Диадлос от пистолета Лира. Лир убивает Тесака в центре, а Вокич погибает от автомата АБИ. Немного позже АБИ минирует А. Нис метко в голову отрубает смирнованных зигзаги. Тем самым остается Лир против трех терроров и установленной бомбы. Ему удается разобраться с одним из терроров, но с бомбой справиться он не успел. Спорное очко — в третий раз выигрывают Тим-46. В остальное время игры накал страстей не спадал, а лишь усилился. В итоге Тим-46 победили СВН с общим счетом 17-13. Поздравляем команду победителя. До новых встреч! Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное — новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok